Бьютика-воркинг. Такий проект реализует в Гомеле селетний переможца конкурса «Стартап ГДУ» Ягор Кустов. Заснование властной справы практически супало с початком пандемии коронавируса, что для предпринимателя без опыта стало додатковым выпробованием. Как студенту отримавливается весь бизнес, доведалась Марина Джалая. Ягор учится на четвертом курсе университета имя Франциска Скарины. Открыть свою справу Мару давно. Своей силы вырышил выпробовать у якости удельника бизнес-школы «Стартап ГДУ». Ей керавнисту пропонувал идею – створить бьютика-воркинг. Летость у Снежня оформил индивидуальное предпринимательство, у лютым запустил бизнес. Складенность охопает – это и пандемия, и необходимость шукать майстров. Ли за довольнение, отведение властной справы у сего в 21 год – значно больше. Появилось действительно классное увлечение, которое в целом может что-то принести по итогу. Ну и, конечно, оно приятное, потому что это твое увлечение, созданное тобой. Коворкинг отримал популярность в Беларуси несколько годов тому, разом с развитием невеликих компаний и фрилансеров. Первым просто невыгодно рандовать великие офисы, а другим часом потребуется прационное место для проведения деловых сустрич. На прамок Ягора – сфера прыгожости. Он пропонувает майстрам зручную и добро обсталеванную пляцовку, куда они приводят своих клиентов на стрижки, визаж, маникюр, нарушивание веек. Термин окупности проекта – коля двух годов. Кировничество бизнес-школы так само натхняется выниками працы своих выпускников и запрошая новых удельников. Школа, безусловно, будет продолжать свою работу. Я уверен, что в следующем году будет еще больше студентов. Задача школы – это не просто что-то рассказать. Задача в том, чтобы каждый студент попробовал сделать этот шаг. Конкурс бизнес-проектов «Стартап ГДУ» в университете прошел четвертый раз. С каждым годом цикавость до удела им расти. Все лета за перемогу змагались 35 студентов из разных курсов и факультетов. Принаджала, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гомель».